всем привет на связи максим петров я рад приветствовать вас на канале макс капитал где мы говорим о пассивном доходе и развитие мышления инвестора сегодня хотелось бы поговорить на достаточно интересную тему которая в последнее время наверное одна из самых актуальных вызывает большое количество вопросов что имеет сейчас в инвестиционном портфеле кэш или все-таки быть проинвестированным на сто процентов давайте об этом поговорим разберемся потому что на мой взгляд здесь есть большое количество недопонимания у людей так как у нас растут инфляционные ожидания инфляция в америке увеличивается и многие говорят зачем мне кэш зачем не держать кэш зачем не держать доллары понимая то что они непосредственно у меня обесцениваются традиционно вы уже наверное к этому привыкли я не даю сразу ответа на вопрос зачем это нужно давайте мы пойдем немножко издалека если мы говорим про инвестиции инвестициями всегда являются некие деньги мы в одном из роликов говорили о том откуда у человека в принципе могут появиться деньги где-то вот здесь вот под видео вы можете посмотреть ссылку где мы обсуждали за счет чего получаются деньги и давайте в двух словах краткое резюме деньги это мера стоимости вы всегда получаете взамен чего-то абсолютное большинство людей получают деньги взамен своего времени то есть вы продаете время в договоре с работодателем указано что вы получаете за отработанное время и время которое все вы его потеряли вы его отдали вы его продали вы его вернуть не можете то есть в обмен мы получили некий субстрат который в принципе всеми признан да и говорит окей для меня будет мера стоимости рубль доллар евро фунты ну то есть некий такой эквивалент меры стоимости мела меры труда который был непосредственно потрачен вот первое что нужно понимать когда мы говорим о том кэш нужно держать или инвестиции нужно понимать что так как вы в большинстве своем получили деньги взамен своего собственного времени первоочередная основная задача стоит сбережение этих денег и когда мы говорим о задаче сбережения то в этом случае что такое сбережение это значит что сохранить покупательскую способность этих денег когда начинает расти инфляция то в этом случае происходит обесценивание самой наличности кэша да как это принято называть происходит обесценивание и получается что мы смотрим на определенные инвестиционные инструменты которые вот эти вот риск обесценивания инфляционный позволяют убрать мировая экономика это экономика основана на кредите в экономике основана на кредите неизбежно будет инфляция то есть это неизбежное зло которое будет всегда когда-то она будет расти когда-то она будет падать когда-то она будет расти очень сильная когда-то она будет падать очень сильно то есть темп роста инфляции могут быть разные опять-таки природа и и волновая об этом уже очень много сказано на этом я останавливаться не хочу. Но мы понимаем, что если мы получили деньги, нам нужно защитить их от инфляции. Защита от инфляции, соответственно, возможна в определенных инвестиционных инструментах. И в этом случае у нас есть инвестиционные инструменты с фиксированным доходом, и есть инвестиционные инструменты без фиксированного дохода. Но мы, являясь акционером компании, можем участвовать в распределении чистой прибыли, которую компания зарабатывает. Размер чистой прибыли, которую компания направляет на выплату дивидендов, чтобы как минимум покрывал нам уровень инфляции. Почему вот такая длительная предыстория идет к ответу на вопрос кэш или инвестиции, которые должны быть сейчас в инвестиционном портфеле? Потому что если мы находимся в кэше, то мы несем все инфляционные риски. Инфляция разгоняется и в этом случае нам очень страшно и нам опасно, что мы свое время продали безвозвратно, а деньги, которые за это получили, они обесцениваются. И мы говорим, мы не хотим эти риски нести, поэтому кэш мы держать не будем и отодвигаем его в сторону, говорим, я 100% должен быть проинвестирован. Окей, давайте мы уберем эту составляющую, пока не будем ее рассматривать как некую субстанцию. Мы хотим быть на 100% проинвестированы. Хорошо. Тогда мы должны посмотреть на то, какие мы можем получить инструменты. Инструменты с фиксированным доходом. Надежные облигации. В этом случае, вот прямо сейчас, когда мы ведем разговор о сегодняшнем дне, когда мы заглядываем вперед в 2022 год, в 2023 год, мы заглядываем и смотрим, сколько нам сейчас несут надежные инструменты, надежных эмитентов облигаций. Если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, это доходность в долларах составляет сейчас доходность десятилетних облигаций на уровне 1,2-1,3%. При этом ожидаемая инфляция на пятилетнем промежутке времени составляет в районе 2,2-2,5. Почему я говорю про десятилетние облигации? Потому что, как правило, это так называемая ставка безрисковой доходности, которую можно получить, она равняется ставке доходности десятилетних облигаций. Помимо всего прочего, в облигациях чем более короткий срок, тем более низкий доход вы получаете. Мы не смотрим на пятилетние облигации, потому что там доходность еще более низкая. Мы смотрим на десятилеткие. То есть на десятилетних облигациях каждый вложенный 100 долларов будут нам приносить купонного дохода 1,2-1,3 доллара. Это не считая затрат на хранение, не считая затрат на покупку этих облигаций, не считая затрат, если там еще идет налог, который получаешь с этих инструментов. То есть это просто некая номинальная доходность. Даже номинальная доходность не покрывает нам риски инфляции на пятилетние промежутки времени. То есть здесь получается, что влияние инфляции, наверное, меньше. Вот мы сейчас вернемся к этой отложенной части, которую мы отложили в форме кэша. То есть кэш у нас будет обесцениваться на 2,2-2,4% в год. Здесь мы будем 1,2% доходности получать. То есть у нас будет обесцениваться чуть-чуть помедленнее. То есть у нас все равно защиты от инфляции не будет. Облигации не будут справляться с задачей сохранения сбережений. Но они нам будут, по крайней мере, убыток нести меньше, чем если бы у нас деньги просто в кэше лежали. Но. Какое здесь возникает но? Здесь возникает но, что доходность 10-летних облигаций, она определяется текущими ожиданиями по инфляции. И если мы предполагаем, что эмиссия долларов, которая у нас была в последние 10 лет, она не пройдет безвозвратно, и инфляция может выйти на уровень 3%, 4%, 5%, то в этом случае Центральный Банк Америки вынужден будет начать повышать процентную ставку. Повышение процентной ставки в итоге приведет к росту доходности облигаций. Что значит рост доходности облигаций? Это значит, что облигация будет падать в цене. И что мы в этом случае получаем как разумные инвесторы, когда мы сейчас решили инвестировать в инструменты с фиксированным доходом в 10-летние облигации? Мы соглашаемся с тем, что мы вкладываем 100 долларов на промежуток 10 лет, то есть горизонт инвестирования 10 лет. И каждый год мы будем получать 1 доллар 27 центов купонного дохода. Параллельно с этим, покупая риск, связанный с тем, что облигация, за которую я сейчас заплачу 100 долларов, может упасть в цене до 80 долларов. Ну, потому что если будет рост доходности облигаций до 5%, то в этом случае она отъедет процентов на 20. И получается, что у вас уже останется не 100 долларов, а у вас останется 80 долларов. Как тебе такое, Илон Маск? То есть в случае с кэшем, мои 100 долларов будут обесцениваться на 2,4 доллара по ожидаемым темпам инфляции. Пускай будет инфляция 5%, да? Таким образом, у меня со 100 долларов через 2 года останется 90 долларов. Но если я нахожусь в тех же самых триджерях 10-летних, то у меня получается, я могу отъехать на 20%, то есть у меня останется 80 долларов. И что тогда? Ответ, соответственно, очевиден. И разумный инвестор в таком случае отвечает, что у меня будет кэш. Опять давайте посмотрим на структуру активов Berkshire Hathaway. Неужели вы считаете, что Buffett настолько глуп, чтобы, допустим, не вложиться в те же самые 10-летние облигации? Почему деньги находятся в кэше? Почему они не находятся в T-bills, которые вообще не несут никакой доходности? Почему не покупаются 5-летние облигации? Почему не покупаются 10-летние облигации? Почему не покупаются 20-летние облигации? Именно по этим самым причинам, да? Потому что здесь все посчитано. И здесь, получается, риск роста доходности облигаций останавливает разумного инвестора от того, чтобы покупать сейчас облигации. Они сейчас стоят чрезмерно дорого по сравнению с теми текущими темпами инфляции, которые набродаются в настоящий момент. Итак, когда мы рассмотрели объект инвестиций в форме облигаций, то мы рассматривали сейчас на примере высоконадежных облигаций, государственных облигаций. Можно сюда посмотреть еще и в направлении облигаций менее надежных, да? То есть там мусорных облигаций или с меньшим кредитным рейтингом. Но дело в том, что там лежат еще более высокие кредитные риски, связанные с тем, что там облигации могут отъехать не на 20%, а могут упасть на 50%, на 60%. Облигации. И в этом случае 100 долларов инвестированных в такого класса инструмента могут на самом деле привести к тому, что инвестор останется там, со 100 долларов у него останется 50-40 долларов. А оно вам это надо? Я думаю, что не нужно. Окей, рассмотрели облигации и понимаем, какие риски сконцентрированы здесь. Давайте мы теперь посмотрим на акции. Что мы видим в акциях в настоящий момент? Текущая форвардная доходность акций, входящих в индекс S&P 500, составляет порядка 1,2%. Что это значит? Еще раз. 1,2%. Рассмотрев десятилетние облигации, американские, позначейские облигации, мы видим, что у них десятилетняя доходность тоже составляет 1,2%. То есть разумный инвестор сопоставляет. В облигациях безрисковая ставка доходности составляет 1,2%. Я не хочу. Это для меня маленькая доходность. Моя задача защитить от инфляции. Лучше я пойду в риск, лучше я куплю акции. Но акции должны мне предоставить определенную премию. Почему акции должны предоставить премию? Потому что если облигация, это инструмент с фиксированным доходом, там определена сумма, которую имитент взял взаймы, купон, который он выплачивает, срок, когда он непосредственно погасит тело кредита. То есть тут все прозрачно. И ваша задача просто рассчитать, посмотреть на кредитоспособность данного имитента и принять для себя вывод, решение, заплатит он или не заплатит по облигациям и по купону. Когда же вы становитесь акционером, гарантий дохода никаких нет. Мало того, если в компании начинают возникать проблемы, то держатели облигаций одними из первых получают выплаты после реализации имущества должника банкрота. А акционеры компании получают в самую последнюю очередь, когда будут исполнены обязательства абсолютно перед всеми. Поэтому и получается, что когда человек идет на фондовый рынок и покупает акции, он хочет получить премию за риск. Среднее значение премии за риск для американского рынка ценных бумаг составляет 4%. То есть, если у меня доходность десятилетних облигаций составляет 1,2%, средняя премия за риск составляет 4%, то я буду покупать акции, если они мне предоставляют текущую доходность как минимум, там, получается 5,2%. 5,24%. Текущая форвардная доходность акций, входящих в Эдекс СНП-500, должна быть не менее 5,24%. Еще раз напомню, сейчас это значение составляет 1,2%. То есть, акции дают мне точно такую же доходность, как дают мне облигации, не предоставляют мне никакой премии за риск. Это говорит о том, что они стоят чрезмерно дорого. И еще немножко информации к размышлению. Я тут недавно провел статистику по акциям, которые входят в структуру индекса СНП-500. И хотел бы вам обозначить определенные цифры. Всего 500 компаний входят в расчет индекса СНП-500, из которых аналитики, которые как раз-таки дисконтируют вот эти вот денежные потоки, да, и выдают рекомендации покупать, продавать, активно продавать, активно покупать. То есть, они как раз-таки смотрят на ориентир по ставке безрисковой доходности, средней премии за риск, если это значение значительного счета, активно продавать, если оно высокое, то продавать, если оно соответствует, то это нейтрально, значит, надо держать. Ну и, соответственно, если ниже, то стоит рекомендация покупать, а значительно ниже активно покупать. Итак, информация к размышлению. Из 500 компаний, входящих в структуру индекса СНП-500, в базу для расчета индекса СНП-500, по 290 компаниям стоит рекомендация продавать. По 56 компаниям стоит рекомендация активно продавать. То есть, совокупно 346 компаний по рекомендации аналитиков должны быть проданы или проданы активно. Это 69,2% всех акций, входящих в индекс СНП-500. Рекомендация покупать и активно покупать в общей сложности в 80 компаний или 16%. И нейтральная позиция 74 компаний или 14,8%. Опять-таки, о чем это говорит? О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что сейчас акции не предоставляют никакую премию за риск. И в случае, мы возвращаемся к инфляции, если инфляция будет расти, если инфляция будет разгоняться, то в этом случае будет рост процентных ставок. Рост процентных ставок первым делом бьет по доходности облигаций. И инвесторы, которые инвестируют в облигации, здесь начинают терять деньги. И теряют гораздо больше, чем если бы они потеряли от простой инфляции. Что касается акций, то здесь получается, акции будут еще более активно падать. И здесь, если в облигациях я в этом случае совокупно могу потерять порядка 20% от своего капитала, в акциях я могу потерять до 60% своего капитала. Но опять-таки вопрос, какие акции вы покупаете, как вы инвестируете, через индексные фонды вы инвестируете или отдельно взятые акции покупаете. И когда я смотрю на эту ситуацию, то есть еще раз, активно покупать из 500 компаний рекомендации только по 11 активно покупать. При этом, если будут отъезжать, эти акции тоже отъедут в цене. И тогда приходит вопрос, кэш, который был отброшен у нас на первом этапе моего монолога с вами, получается, мы его возвращаем в инвестиционный портфель в настоящий момент. И в ситуации, что мы можем в этом случае получить? Облигации, которые отъедут на 20%, у них будет доходность порядка 5-6% при растущей инфляции. И тогда кэш, который у меня был, я могу направить на покупку этих облигаций, покупать инструмент с фиксированным доходом на уровне 5%, что, в принципе, очень даже неплохо, потому что инфляция все-таки будет в итоге под контроль поставлен. При среднем значении доходности фондового рынка в районе 8-11%, получать от консервативного инструмента 5% хорошо. Да, пусть я в течение двух лет вложу уже не 100 долларов, давайте при ожидаемой инфляции 2,5%, 5% я потеряю. 95 долларов я размещу с доходностью порядка 5%. Очень даже неплохо для консервативной части. В случае, если акции у меня отъезжают, то кэш, который я не проинвестировал в эти акции, то есть у меня здесь не будет потерь в 40, 50, 60%. Что у меня в этом случае будет? Да, у меня вместо 100 долларов останется 95. Но я на эти 95 долларов смогу купить в 2-3 раза больше денежный поток, чем я это куплю сейчас, который у меня в принципе будет всегда в будущем. И поэтому, когда возникает вопрос, когда люди задают вопросы, зачем хранить деньги, да, их съедает инфляция, вы деньги храните не для того, чтобы их инфляция съедала, вы их еще раз сохраните для сбережения. И когда вы сейчас смотрите на текущие цены активов с позиции разумного инвестора, какая инфляция, какая ставка без рисковой доходности, какую цену нужно заплатить в текущий момент за акции, то в этом случае вы понимаете, что сейчас цены не совсем разумны. Почему, когда я говорю о том, что кэш должен находиться в инвестиционном портфеле на 40-50%, в отношении меня звучат комментарии, что это глупо их съесть инфляция. Почему Баффет, который тоже 35% активов в Бершир Хэдвей держит в наличности, ему таких претензий никто не предъявляет. Ребята, опять-таки, здесь не стоит задача меня сравнивать с Баффетом. Здесь мы оперируем теоретическими понятиями, какую цену нужно заплатить за актив, какой денежный поток этот актив несет, как он соотносится с будущей инфляцией, как он соотносится со ставкой безрисковой доходности и дает или не дает он в текущий момент премию за риск. При этом мы не можем сказать, как долго это продлится. Вот основная проблема в чем. И поэтому не 100% конечно же денег лежат в кэше. Какие-то деньги должны быть проинвестированы. И проинвестированы в хорошие качественные активы, в хорошие бумаги. Вы сами видите, порядка 11 компаний можно активно покупать, порядка 70 компаний с 500 можно просто покупать. То есть на самом деле есть истории, которые сейчас интересны к покупке, но практически порядка 70% компаний стоят на рекомендации на продажу. Почему я про это говорю? Потому что это достаточно актуальная тема в настоящий момент. И большое количество вопросов по этому поводу приходит по различным каналам. И в рамках закрытого клуба инвесторов MaxCapital, и в рамках программы миллион долларов за 8 долларов в день мы проводим в ближайшее время открытый съезд инвесторов. Соответственно, более подробно про что мы там говорим, про возможности, про то, что влияет на стоимость денег, что такое инфляция, что является первопричиной инфляции, чем управляют центральные банки, какие активы в случае инфляционного шока являются более защитными, какие активы являются менее защитными. Я рассказываю на абсолютно бесплатном вебинаре, на который я вас приглашаю. Ссылка будет под данным видео. Для вас это никаких обязательств не несет. Для меня это поделиться знаниями. Помимо всего прочего, я в этом вебинаре даю ссылки на конкретные информационные ресурсы, которые вам позволяют прогнозировать, что будет с рынком, что будет с процентными ставками, где отслеживать инфляцию, где отслеживать уровень безработицы, где брать информацию о том, что происходит с уровнем долга на американском фондовом рынке. И определенные выкладки по поводу того, как лучше в текущий момент сформировать инвестиционный портфель. Тот же самый кэш, как себя ведет в период кризиса золота и другие классы активов. В настоящий момент для вас это будет большим вкладом в развитие инвесторского мышления. Проходите по ссылочке, слушайте вебинар, думаю, что будет полезно. Если понравилось видео, оставляйте вопросы в комментариях, возможно, для кого-то это был разрыв мозга, вы по-другому посмотрели в текущий момент на кэш, тоже, в принципе, как инструмент инвестирования, когда и как его использовать. Также подписывайтесь на наш канал, потому что в одном из следующих видео мы расскажем о том, как спать инвестору спокойно. У меня на этом все, до свидания. субтитры субтитры и субтитры